Мы в Хвалынске начали заниматься этим вопросом. Когда стали вникать, тот же Костин говорил, да, Вячеслав Ильич, у нас в Хвалынске ОЦРБ относится по финансированию к самой низкой группе. Я задал ему вопрос. Я говорю, Олег Вячеслав Ильич, а Вы скажите, у нас в Хвалынске борт-курорт? Да, борт-курорт. Он у нас единственный в области? Да, единственный в области. Вот его статус, как город-курорт, позволяет отнести ЦРБ к другой категории? Позволяет. А почему тогда эти вопросы не рассматриваются и не решаются? Это я адресую и сидящий рядом заместитель председателя областной думы, депутат от этой территории, Михаил Александрович Николай Васильевич. Почему здесь вопросы не поднимаем? Сколько с учетом на бал президентских будут теперь врачи в Хвалынске получать? От 130 до 106. Будут получать наши хвалынские врачи? Да, в Хвалынске. Да, видно, потому что там будет хвалын. Спасибо, Олег Николаевич. А медсестры наши сколько будут получать в Хвалынске? Микрофон скажите, пожалуйста. От 16 до 185. Вот, спасибо. А дальше, со своей стороны, понимая, что вот этот вопрос, скорее всего, гости не решили, нашли деньги и в этом году для врачей построим жилой дом специально. Будет предоставлять служебное жилье для всех, кто поедет работать в Хвалынске. На те зарплаты, которые исполнили Николаевич, и с представлением жилья. Одно, двух, трехкомнатные квартиры. Дом должен быть в центре, через дорогу. Вот больницы, красивые, площадь большая. Тем, чтобы ребята, которые поедут в Хвалынске, причем, может быть, они поедут и не из территории Саратовской области туда работать. Поэтому, Олег Николаевич, вот все то, что мы сейчас говорим, вам надо теперь брать, выставлять на сайт и приглашать. Потому что я думаю, что зарплату московской. Волкадаю Саратов